Несмотря на все внешнеполитические факторы, связанные в том числе со специальной военной операцией на Украине и западными санкциями, предвыборная кампания в стране и регионах началась в плановом режиме. Партийно-политическая система продолжает активно работать в нынешних обстоятельствах. Более того, созданы благоприятные условия для обеспечения высокой политической конкурентности и прозрачности. «Политическая конкуренция на выборах 2022 имеет место в условиях близости позиций основных политических сил по внешней повестке, где минимизированы риски образования социально-политических расколов и глубоких межпартийных противоречий. Третий тезис. Внешнеполитическая повестка в этом электоральном цикле успешно сочетается с внутриполитической. Избиратели оказывают поддержку тем кандидатам партиям, чьи программы понятны и доступны. Кто может содействовать достижению практических результатов на региональном и местном уровне». Характерные особенности текущей избирательной кампании назвали независимые эксперты, тщательно изучившие вопрос. Так, на этапе регистрации кандидатов отмечен высокий уровень электоральной активности, а также низкая доля отказов в регистрации, а это значит, что нарушений с их стороны было меньше. Также вполне закономерным названо то, что с политической арены сошли те партии, которые не нашли поддержку среди избирателей и не готовы к серьезной выборной конкуренции. «Средний уровень конкуренции на выборах глав регионов составляет пять кандидатов на место, что превышает сводные показатели прошлого электорального цикла. Высокий уровень партийно-политической конкуренции сохраняется на выборах в ЗАГС-собрания субъектов Российской Федерации. В настоящий момент средний уровень конкуренции составляет 6,7 кандидатов». Эксперты также отметили, что наибольшую активность в рамках региональных и муниципальных кампаний проявляют парламентские партии. Как правило, представители Центра партийной системы обладают наибольшим выбором ресурсов и электоральных возможностей. «В настоящее время идет подготовка 43 избирательных кампаний на территории Карачаево-Черкесской республики. Основной акцент, как уже было сказано, это выборы депутатов Думы города Черкеска, выборы депутатов Думы города Карачаевска, депутатов Совета Абазинского муниципального района, ну и поселения сельские, городские. Всего подлежит замещению 461 депутатский мандат, 33 в городе Черкесске и остальные 428 по территории республики». Напомним, что сентябрьские выборы пройдут в трёх районах региона. Выборы депутатов Думы республиканской столицы, Думы Карачаевского городского округа и Совета Абазинского муниципального района. Оставить свой голос за того или иного кандидата в Черкесске можно будет на протяжении трёх дней. В Карачаевске два дня и один день голосования будет длиться в отдельных населённых пунктах КГО и Абазинского района.